здорово 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 подключайтесь я буду вам рассказывать врач приходил это уже я не про неотложку это уже я про врача сегодня врача нет ложка меня вчера на сегодня врача вызвала вот сейчас приходил врач посмотрела меня послушала меня благо вроде повезло такая тетенька уже не молодая тетенька короче ну видно что соображает вот короче говоря единственное что не удалось сделать сегодня это померить мне давление она меня когда увидела сказала бабуля сказала что давление не получится у вас померить какое у вас давление вчера было вам мирование отложка я говорю умерила до 130 на 80 сказали что давление норма нагреть ну хорошо придется поверить на слово потому что говорит умой в этот манжета горит моя на вашу руку говорит не оденется к сожалению значит но все остальное к сожалению довольно таки рассказываю по порядку значит скорее всего как мне сказали у меня не не этот как я вам вчера сказал нитрохиобронхит это какая-то хрень короче у меня аллергического характера ну как бы у нее появилось такое подозрение когда она слушала мне легкие сказала что знаете я вынуждена горит немножечко вас расстроить моего осматиков таких хрипов и бульканье в легких не слышим я говорю такая что со мной горе мне пизда она сказала вы знаете я не знаю надо делать опять снимки надо брать все анализы короче у вас она говорит так как все началось потому что у него у нее было подозрение вообще говорит вы не осматик я говорю если честно нет аллергии есть я говорю да вроде нет хронических заболеваний это вроде тоже нет вот она говорит очень странно потому что говорит либо у вас будет пневмония причем очень жесткая либо говорит у вас какая-то аллергическая херня гай причем настолько сильная что у вас обструктивный бронхит у вас говорит и не помню слова забыл короче в общем когда брон а там спазм бронхоспазм сказала у вас причем какой-то жесточайший она сказала ну вот ну собственно как бы хотели она хотела срочно меня прямо сразу госпитализировать но потом потом она задала самый здравый вопрос который необходимо было задать она где-то температура есть сейчас у вас как вы себя чувствуете ягода я не знаю по ощущениям температуры нету ноги давайте померяем меряем температуру у меня 36 и 7 она готова ботинка да у вас не пневмония у вас горит острый бронхоспазм говорит на фоне аллергической реакции давайте ведь рассказывайте что вы кололи да но температура у меня нет ли она вот ну и в итоге я начал перебирать думаешь что же что же я блять такой колол на что у меня может аллергия тут я начинаю перебирать препараты которые я ставил и какие из этих препаратов новые какие препараты старые которые я в принципе к люк но постоянная на постоянной основе что прошлом году этом и ранее да вот я вспомнил один препарат вот не буду говорить какой не буду говорить какой фирмы вот после которого у меня началась жесточайшая аллергическая реакция вот я вам как-то рассказывал что у меня четыре назад я сейчас тебя блять за твои шутки про пир протеин нахуй за баню и все блять я как бы не хотелось бы объяснять людям были что ты долбоеб уж не обижайся блять но это неуместные шутки начал перебирать препараты я между прочим ребят час веду к тому что пытаюсь опять вам донести актуальную нужную информацию если блять вы как бы не в рубин бубен но шо могу сказать но проверяйте на себе когда вот такая же хуйня наебнет блять и вы будете блять это кашлять так что блять не сможете остановиться потом будете думать а что же это со мной какого же мне врача вызывать ну давайте ну вот рассказываю значит начал перебирать и вспомнил препарат который я ставил после которого у меня началась вот эта жестокая аллергическая реакция вследствие которой я 10 минут задыхался без перерыва да и у меня шел непрерывный кашель и все отекло вспомнил этот препарат гри слушайте было такое дело и рассказал ей ситуацию она гитая ну я это все называю словом фармакология на горит вы меня конечно простите ведь какая фармакология ягод на формате она не смогли ночью вы уточните я говорю ну как мы там тестостерон эфир и тестостерона и прочее она говорит но вы так и говорите тогда хорошо ну я не стала естественно я объяснять про все прелести андеграунда да и как бы ну что всегда можно в принципе напороться да ты всех в любой случае можешь попасть потому что сейчас все практически андеграунд не стал я посвящать подробности андеграунда того что блять мы все в принципе колем то что хуй знает что там внутри содержится наша она сказала что ну быстро выслушала как происходило это реакция организма сказал вы как бы уберите как минимум тот препарат который вы кололи и дебил после этой аллергической реакции блять но струхнул конечно на пару дней а потом начал ставить его еще потом еще потом еще и в итоге сколол пару бочонков этого препарата в течение всех ну практически четырех недель что у меня продолжался кашель и он как бы у меня усиливался у меня оказывается в организме на этом фоне вырабатывались антитела и это аллергическая реакция начала превращаться плавно в хроническую такую поеботу но я естественно ни сном ни духом полной уверенности что у меня просто бронхит который я где-то блять подцепил ну соответственно что она сказала во первых убрать этот препарат естественно я уже догадался ну не то что догадался но у меня были подозрения что это нездоровая реакция организма я его конечно убрал примерно неделю на неделе это мало поэтому как бы у меня продолжался эта херня как я вам рассказывал у меня еще четыре дня назад нас на самый банальный укол тестостерон пропианата фирма фирма блять но на него у меня никогда не было это просто да да кучи то есть видимо какой-то ингредиент который содержится и там и там вызывает как бы у меня какую-то блять совершенно невероятную реакцию организма короче но укол тестостерон пропианата пошла тоже реакция но только не такая сильная она была менее выраженная но опять начался как кашель начал задыхаться вся эта хуйня а пропика я ставил два куба я куб ставил в одно место потом еще куб другое ну значит первый куб я проставил меня вот это вот вся хуйня была потом я выждал 20 минут как все это утихомирил все-таки второй куб я поставил еще вот ну соответственно это я и тоже рассказал вот она говорит ну значит скорее всего на какой-то ингредиент я будет вам рекомендовала все ваши препараты убрать я говорю вы знаете к сожалению это невозможно вот нагать но в таком случае ведь давайте попробуем так то есть просто у вас говорит такой жестокий бронхоспазм что как бы но его блять так просто не снять говорит понимаете я вас слушаю говорит у нас осматики так не дышит как дышите вы говорит сейчас у вас там говорит трэш у вас по идее нужно вывозить больницу возить больницу горит и прокапывать очень сильно вот значит спасибо за советы ребятам теперь уже буду делать то что врачи говорят потому что тоже как бы блять такая штука серьезная тут нет такого попробуй не попробуй мне в общем она расписала все препараты что мне нужно ну схемы стандартные препараты которые снимают бронхоспазм препараты антигистаминные вот соответственно я сейчас выпил антигистамины потом у меня был бердуал и физраствор все это вместе смешал и с небулайзером сидел дышал как это хрень называется смазкой вот и и еще лазал ванна таблетки таблетки или пить таблетки мне принесли я вот мама принесла таблетки сходил в аптеку купил мне таблеток и соответственно мне сказали до понедельника все это делать она сказала что бердуал спазм должно потихонечку снять вот а все остальное придется понедельник блять идти сдавать анализы делать снимки опять и проверять себя на предмет аллергии видимо у меня выработалась блять из-за этого ебучего препарата в организме это жесткая хуйня аллергическая мне сейчас пришлось убрать из рациона все аллергенные препараты то есть блять мне даже с дож пиздец не то слово мне даже лимон с медом запретили то есть я до вчерашнего дня хуярил часть лимоном и с медом подозревая что это у меня бронхит мне оказывается не лимон не мед нельзя хотел конечно сегодня вечером поехать за вами искали вы если совсем на голову больной то конечно можете ехать поэтому сегодня короче не поеду сегодня коробков будет без меня я надеюсь что завтра я немножечко в себя приду побольше но чтобы просто спазм снять этот бронхов потому что реально очень тяжело я вчера когда плечи качал с вами разговаривал мне блять постоянно не хватало дыхания когда домой поехал я говорю у меня спазм начался и мне пришлось на машине но на обочину тормозить вставать потому что задыхаться сука начал вот короче такие такие дела теперь собственно к чему я это все вам рассказал ну к чему я это все вам рассказал не поделился да это как бы вовсе но если вы люди адекватные вы наверное понимаете что это вовсе не жалобы и нытью типа ребят пожалейте меня да как бы или типа смотрите смотрите какая у меня сильная воля я могу ходить и качаться когда я болею понятно что у меня я дохуя иначе бы блять я не умудрялся бы делать форму к соревнованиям такую речь как бы о другом ребят убирайте себе формач очень внимательно если вас хотя бы что-то в этом формате смущает но я имею ввиду вы сделали первый укол себе например да и вас что-то смущает у вас какие-то сильные отеки от этого формача до например там какие-то очень сильные выраженные шишки блять или сильные покраснение или ухудшение самочувствия блять это все это все говорит о том что препарат для вашего организма довольно таки аллергенный вот и в случае если такая хрень начинает проявляться не жалейте бабки убирайте нахрен препарат выкидывайте и покупайте себе как бы соответственно какой-то другой бренд пускай даже тот же самый препарат ну значит покупайте другой бренд другой underground если вам не пошел там условно фирма а значит покупайте этот же препарат фирма б не подошла фирма б покупайте фирму ц если не они бы не цевом не подошли значит проблема уже не только в том на чем этот препарат замешивают а проблема уже может быть непосредственно в самом эфире который вам в принципе не подходит да то есть у некоторых людей например не идет тестостерона нантат на него от него ну как бы от него очень плохое у них самочувствие там отеки и прочее прочее нет по поводу подгоняют мне и кто меня так подставил тут ситуация несколько иная на тот промежуток времени пока у меня не было препаратов пока они не пришли да то что мне подгоняют мне пришлось перехватывать потому что вы же понимаете тоже гормональная система тоже не можешь то использовать то не использовать там с бухты-барахты да ну ты соответственно один из препаратов оказался он так говорить хуй пойми какого качества хотя в принципе как бы из начальной и по упаковке и все как бы все очень цивильно но я могу вам сказать что аналогичный препарат ставил другой человека у него таких проблем не возникло поэтому я же говорю ну то есть организм эта штука такая очень очень индивидуально это что может вызвать аллергию у меня вовсе не означает что это вызовет аллергию вас да это также как и тренировочные схемы то есть на мне это работает на вас это не работает и наоборот на вас работает на мне не работает поэтому я просто к чему резюмирую я к тому что если вы чувствуете какие-то сайт эффект с так называемый да по-английски это в данном случае проще сказать да и эти сайт эффект вам не нравятся то есть блять вы испытываете дискомфорт отече плохое самочувствие сука я не знаю головокружение сердцебиение блять отдышка блять после укола начинаете резко кашель начинается ликать такая появление то меняйте препарат фирма меняйте вот это собственно то чем я хотел с вами поделиться вот но и честно говоря блять у нас конечно ребята все кто век с ревнующимся наверно скорее обращаюсь но принципе все кто использовать то что использовать не всем надо вот мы конечно большому счету блять как я сейчас понимаю в такую русскую рулетку играем потому что как мне врач сказала говорит вы понимаете что с такими аллергическими реакциями вы не дай бог на отек винки попадете и как бы другими словами если перефразировать на наш с вами французский то вам пизда но вы понимаете да чем это просто пойдет отек и человек задохнется вот это очень такая опасная штуковина поэтому блять если у вас не стоят грандиозные цели сейчас в наше время блять подумайте сто раз прежде чем что-то себе втыкать потому что блять пацаны вы сейчас да и я и вы и всем мы втыкаем сейчас то что произведено непонятно кем и непонятно где ну вот собственно то что я хотел сказать но блять при этом есть обратная сторона к сожалению блять все равно то или иное втыкать придется потому что да есть у меня дексаметазон я уже спросил у врача мне сказали если дело пойдет на отек винки дексаметазоном не спасетесь сказали там тут же нужна реанимация и большие дозы вкатывать нужно то есть как бы это в домашних условиях дело не исправить все выяснил все расспросил нет нет я же говорю супрастин может помочь случае стандартной аллергической реакции в случае если я же специально у двух врачей спросил вчера и сегодня если дело идет на отек винки не супрастин и дексаметазон уколотый дом у вас не спасут но это то что мне сказали врачи ребят я не дай бог этого чтобы это было вот человек у нас пишет у него был отек к винки может он нам сейчас расскажет что это такое если он действительно у него был на то как мне объяснили врачи это как бы блядь такое же близко к пиздецу я могу сказать что у тебя если ты сам поставил диагноз и сам вызвал не отложку наверное не все-таки не клинки было либо не настолько сильный приступ потому что блять но я тебе могу сказать что я во время приступа который у меня был никого вызывать уже не мог то есть я не мог не разговаривать я не мог не дышать я уже как бы блять сознание терять начал так что тебе наверное еще повезло вот ну хотя с другой стороны видишь может быть просто у тебя он развивался не так быстро как как мне сказали это хрень очень быстро развивается и там вряд ли а ну видишь что в решении стадия честно я не знаю видишь видимо это тоже индивидуально потому что меня нахлобучило буквально за секунды секунд двадцать у меня начался кашель где-то уже через минуту я нахуй задыхался нет трен кашель это немножко другая штука это покашлял и покашлял и все в общем такие дела ребята так что лучше ешьте таблетки в принципе это все наверно что сегодня рассказал вам хотел из интересного потому что делал ингалятор прикольно сидишь такой как космонавт дышишь в маску только после этого штуки этой которая туда добавляется после несколько так во рту сушит так пить хочется вообще нереально просто good morning brother янтарная кислота помогает от чего сегодня нет не буду трениться сегодня все-таки не буду рисковать немножечко все-таки полежу но бцишками ты к сожалению не обойдешься я просто говорю что к вопросу взвешиваем подходить стоит не стоит потому что я же говорю такая хуйня может случиться с любым вот реально с любым ребят так до хрена вопросов задаете если честно я не успеваю не успеваю читать и даже если честно не успела врубаться семинар давайте про семинар тогда еще раз до семинар будет 31 31 января в магазине в моем на жуковского 41 значит вход подарочка там магазин в тестостероне начнем 31 числа в воскресенье в 2 часа дня так что все кто желает принести какую-нибудь копеечку мне для того чтобы купить себе дешевого спортбита остатки кто желает послушать мои речи кто у кого будет вопросы на которые вы хотите получить ну такие более индивидуальные ответы приходите 31 января в два часа на жуковского 41 на газ температурка нет температурка 367 температурки нет сейчас выпил антиаллергенный по делу небу лазер вроде дышится немножко полегче насколько рублей в день я кушаю я даже не знаю не считал я думаю что это вот в следующем видео я как раз на ютюбе вам сниму сегодня кстати димасу габдука его напишу узнаю что там у нас по видосам когда будет готов вот слушайте у нас сегодня пом рекордный добыл онлайн почти сколько там было 400 с чем тогда было человек 500 даже был нихуя себе пацаны мы скоро будем с вами такие же популярные почти как сергей зверев у сергея зверева в онлайне было 700 800 человек так что мы короче крутанские крутаны семья видишь мне сказали что мне пока нельзя ни с кем особо пересекаться особенно как бы ну то есть дочка чтобы дочку с дочкой я особо не контактировал потому что они не могут понять наслоился ли у меня бронхит вот этот вирусный на мою аллергическую реакцию или нет мы пойдем соответственно только в понедельник сдавать анализы поэтому до того сказали нежелательно с кем-то пересекаться поэтому я вот я я уже уже несколько недель мама тушуешь ребят ну насчет того что зверев пидор я думаю он особо не переживает по этому поводу комфортно себя чувствует на тайсона не дышит да тайсон только делать что живет от фармаком до чай только не ставим это было давно фармаком уже давно так не работает как работал раньше главное кушать хорошо да я вот чего чего кушать я стараюсь да ну я как будто как так сказать я не могу сказать что я сейчас то есть но иду идут пропуски тренировок я могу сказать что сейчас они немножечко сбился тренировочный режим потому что мне видите как получается я тренируюсь два через один а иногда получается что приходится тренироваться ну один через один из-за того что раз вот у меня такое хуёвое самочувствие и с таким самочувствием как бы не позаниматься поэтому приходится этот день там отлеживаться на следующий день эти херачить блять все забаниваю не против этого иди она меня заебала блять уже фирм альфа несколько ты конкретизирую немножко как удержать форму в таких ситуациях а потому что я продолжаю тренироваться все равно потому что я продолжаю ждать же лежал ничего не скажу не пробовал могу сказать название смешно ну видите вроде кашель такой немножечко более поверхностно становится вчера блять ебашила откуда-то из глубины с таким блин непонятным звуком шага было страшно если честно окси окси можно назвать девочку оксана окси можно сказать что это окси металон можно сказать что это как сандролом блять ну давай это пишешь целиком черта ленишься то давление уже сказал 130 на 80 давление сказали блять еще норм для моего веса да то что рабочие больше рабочий вопрос блять как это рабочие рассасывается вызывает она аллергические реакции не вызывает все рабочие понятно пустышку смысл продавать намешал ты какого-нибудь говна продал были люди купили поставили это не сработало поняли что это говно дело же в качестве не в том насколько работает камеронова отношусь как это блять сразу уже заебали просто одно и то же спрашивать к шпаку еще не забудь спросить как шпаку относишься похуй не короче на всех окси металл хороший препарат на массу да да хороший препарат на массу что такое параду ну ребят начинают появляться люди которые скоро будут пиздить у меня перископе тех людей которые говорят как относишься вы будете уже скоро сами друг другу отвечать валер как относишься к шпаку и кто не такой идет на хуй мне сейчас вроде зависать не должно как эти игры покажу сижу в штанах блять я уже все рассказал чем я зацепила просмотришь потом запись альфа фарма ну вот мне как раз альфа фарма сейчас должна прийти потом скажу никакой разницы между надрывом и с установленом нету но эксплуат пиздец эффективный плюс 10 килограмм за месяц отвечаю попробуй показать ядерную битсуху да что же вы за извращенцы такие посмотрели мне ребят фирмы не буду называть не хочу они негативные отзывы давать не позитивные я скажу что я ставлю это да это без проблем я вам даже не только скажу я вам покажу сейчас мне все привезут то что мы должны привезти я вам покажу потому что фирмы разные несколько фирм ничего не вылетает ничего такую жабицу не хочешь качать качай и лет через десять она обязательно появится чувак ты смешно когда спрашивать и футболки я хожу или нет представляешь у меня она не одна олимп лапс до коробков олимп лапс использует она рабочая но от нее очень сильно все пухает у коробкова две недели отек задней дельты не сходил да все правильно дронич сегодня буду лежать есть лежать есть лежать я ставлю инъекции туда куда у меня это возможно где не болит туда и ставлю магазин и как дронич посмотри потом записи там все хорошо в принципе разложил рассказал что я хотел как раз вам рассказать ну заново не буду не не увидеть у меня нету сил заводится я сегодня не заводной привет молдову а ты кто жизни мы перископ сегодня вам были бы халявы как только валира дома давай валерон снимай перископ хульта не дай поздний коменты про кашель поздний коменты про пойдешь на тренинг плечевую связку как разрабатывать или покой дать осмаряшь поглядь смотря что у тебя там было с этой плечевой связкой у меня вот был надрыв суставной капсулы когда был надрыв суставной капсулы был прописан исключительно покой потому что плечо во первых не шевелилась а потом долгое время она выскакивала при некоторых движениях у меня это могу сказать чем гости хочешь приехать дима 2007 плечо выскакивала на еще года три-четыре тренировок да лучше девочка пускай красивой сиськами чем ты поэтому там сначала покой если сильно если дну нагрузка была как она лишняя на связку и проблемы со связкой про желчегонные все уже рассказывал блять мальчик сиськами это страшно да я пошутил никакие девочки не нужны тишина в студии да тут мальчик сиськами он просто хотел ко мне в гости какой-то мальчик сиськами я ему говорю не надо ко мне не надо никаких сисьек да уже запалила вы чё не поняли что что причина травм причина травм изнашивается все постепенно то есть как тебе сказать есть травма которые получены по дурости есть травмы которые соответственно получаются по перетренированности у меня как бы по дурости вот была получена травма почти полного отрыва грудной всякие вот эти травмы там потянул тут потянул это конечно травмы полученные по причине перетренированности и блять кто я по нации на пиздец посмотри внимательно блять кто и по нации соответственно такие травмы получаются по причине того что ты достаточно сильно устал физиологический организм просто уже измотан да ты продолжаешь накручивать и увеличивать рабочие веса просто из-за не из-за плохого ощущения собственного организма сейчас это немножко иначе выглядит я стараюсь к себе больше прислушиваться потому что чем меньше люди пытаются к себе прислушиваться просто но тупо навешивают и навешивают весов то ну как правило это заканчивается довольно хуево надо довольно осторожно все делать и внимательно да и не всегда максимальные веса гарантия того что как бы прогресс будет непрерывно точнее точнее всего лучше сказать блять никогда это не гарантия ты в нибудь и как в этом как фильме брат блин а вы русский мы русские никогда друг друга не обманываем какой максимально же ногами начинается азот от bsn не не опасен конечно нормально чем храню в юанях хруст плечах зависит норм или нет зависит от того доставляют на тебе дискомфорт или нет если они у тебя просто хрустят то это газ это хрустит газ в суставах то он такие звуки дает это не страшно если дискомфорт значит я начинают перетираться межсоставные эти прослойки если ты мне говоришь насчет растягивайся не растягивайся между подходами я между подходами особо не растягиваюсь хотя спасибо за заботу из малайзии смотрите меня классно вон там малайзии привет у фарм а саульта классное слово саульта да я его очень очень давно юзунда такой был лайтовый такой притреник это было очень давно я не юзу сейчас притрена практически нет не делал я все рассказывал это тоже это уже наверное блять весь интернет а списан тем что я делал после надрыва грудной не я не жестко храплю во сне никто вроде не пиздил за то что храплю громко про синтол вчера было блять видео открой видео мое даже там название синтол я беру деньги за консультации если блять это полноценная консультация насчет воды допить просто пить много пить красивая у меня бицуха да да я и сам няшка блин интересно не могу понять еще сегодня такой онлайн высокий сначала дошло до 400 сейчас мы держимся на уровне 250 как клин бутер вот как ты относишься к курсу доллара я фитоняша практически кимба слайса похож если бы еще знал кто такой кимба слайс я только знаю кто такой тимоны думал уже думал пока информация никакой не могу дать свирепый ниггер кимба не из порнухи случай это же хейтеров небось половина да в принципе я к сожалению ему же пищи довольно мало даю они уже из пальца высасывают полить о чем бы попиздеть чем не с васи помериться я всем чем не начну с не мериться кроме роста я во всем буду блять в любом случае выигрыши спасибо мне приятно уличный боец америкос кто-то мне вчера прикол написал так валер с тобой там какой-то боец короче хочет блять спаррингануться на ринге мне так смешно стало блять я говорю слушайте давайте так после того когда вместе со мной блять на соревнованиях по бодибилдингу выступит а то как то все не прикольно блять почему-то с бойцами значит должен бодибилдер идти значит на их поле до если боец значит должен идти с бойцом драться нихуя давайте менять тренды пускай бойцы идут в бодибилдинг выступают ведь слушай нова сип считает что жирухин это я он не пишет что он этот же жива сипов он пишет что я же духе как по нечто воды набрал выпей мочегонные посмотришь сколько сойдет с тебе за сотки от зачем зачем давать пизды куску же куску жирного пончика блять что это за бред такой идет не понимаю самоутверждаться блять на такой штуке смешной я же сказал только что семинар 31 января в магазине в тестостероне по адресу жуковского 41 начала в 14 часов ну да кстати в натуре а мог машин когда падать будет упадет на мне задают меня инс неделя через неделю примерно подарка да какая мочегонка более безопасно самое безопасно ли она для тебя был бы брусневер купи себе в аптеке брусневер если ты хочешь слить побольше водички 3 пакета в сутки если ты хочешь просто спала это сливать один пакетик в сутки заваривать это больше чем достаточно будет надо пора на трению особенно блять с моими проблемами сейчас самый раз пойти на трение спасибо за отличный совет почему я юзу инс и не жирный потому что я знаю как юзать инс и потому что я не купирую себе гипогликемии сладким указана восстанавливается потихоньку я недавно с ним созванивался кто писал что не повышает хостин да никак да нет проблем пожалуйста да не 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 зеленый чай ребят я сгорю для не только сказал брусневер в аптеке так и называется это травка продажи спортпита никакие их блять просто нету курс доллара влияет на все нахуй спасибо правда что федоров ушел из пьюра на семинар записаться ко мне в личку написать потому что будет нужно депозит на входе оставлять в размере тысячи рублей количество людей я там ограничил ну конечно не гейнерами инсулин надо заедать брусничный чай нет это не брусневер никто не говорил что добрый вечер что как-то спортпит не покупают просто его продажи упали блять кратно росту курса доллара да и все и это тоже очень скоро скажу но не сегодня а как можно чаще писать если у тебя нет ничего чтобы стимулировала работу почек дополнительно ну я не могу сказать что я с инса суши но я с него не жирнее я работаю на всем и тренажерах и со свободными весами и в грузоблочных и в рычаговых ну ребят невозможно что-то одно предпочитать про кардио каждый день говорю я просто хожу достаточно и все тысячи рублей за вот человека 1000 рублей там ножка другая история тоже объяснял мне не вход депозит напишешь свою фамилию оставишь деньги на кассе при выходе если ты будешь делать покупку эту тысячу рублей ты используешь как деньги за покупку и за семинар ничего не заплатишь случае если покупку делать не будешь то тысячи рублей мы заберем как оплату семинара нет ли они не будет ничего страшно и сегодня хуй его себя очень чувствую бруснивер в любое время пьется просто от одного до трех пакетиков в сутки но естественно нужно увеличить количество выпиваемой воды конечно ставил ее и на курсе ставил у меня была женщина когда-то давно давно по поводу менисков она каталась на горных лыжах и удалили оба ты у нее постоянно выскакивали коленные чашечки она их обратно вставляла не могла вообще тренироваться очень слабые были ноги соответственно и лет ей было уже за 40 в принципе мы решили с ней эту проблему частично конечно не полностью путем постепенного увеличения нагрузки на ноги и как бы увеличение количества тренировок ног начиная там с одной тренировки раз в две недели постепенно доведя до двух тренировок в неделю изначально использовали только изолированные упражнения плавно большое количество повторений потом постепенно и добавили уже и упражнения более базовые но не приседания конечно есть там же мы ногами я и добавил различные наклоны ну вариации углов значит если что могу сказать что мы постоянно она все время ходила в забинтованных ногах то есть у нее колени были забинтованы все время эластичными бинтами потому что если эластичным бинтами мы не бинтовались то как правило колено конечно выскакивала мне но тем не менее через время она по крайней мере на так даже ходила то есть по улице вот например на через год она уже у меня ходила блять я толкаю речь да кто-то мне пишет почему федоров расторг контракт мне блять какое дело значит чай должен блять отвечать за другого человека спросите его и же миллион раз говорим через год она ходила уже без эластичных бинтов спокойно соответственно сама у нее уже ничего не выскакивала вот ну а на тренировках мы уже потом потихонечку как бы привели все к такой вариации что то есть она только на базовых движениях слегка перетягивала коленку во всех остальных соответственно движениях тем более в изолированных она уже работала без бинтов и ну будем так говорить принципе она ноги встала у меня было несколько человек таких вот очень проблемных которых я рискнул и взял вот и мы постепенно с ними как бы работали но это было очень давно игры сейчас конечно я бы не не стал бы за это браться и но просто потому что как бы если бы я стал за это браться честно скажу я выбрал за это дорого потому что блять ну знание и опыт свои передавать просто так я уже не хочу никому бесплатно то что я эти знания и опыт нарабатывал ну я могу сказать 16 лет да сейчас мне 30 ты когда пишут блять что я беру деньги за консультации что я охуеваю мне хочешь сказать блин выдал боем то есть у меня реально довольно таки большой багаж и я ставил на ноги людей блять не только с травмами там на ногах я ставил на ноги человека который блять после инсульта пришел вот мы делали человеку операцию на меня тренировался и у него у него был очень низкий болевой порог сильный такой дядька был вот а вот ли она трогать не надо то забанил значит значит довольно таки сильный мужик долго тренировался и поскольку у него был низкий болевой порог но он плохо ощущал то есть мышечную боль или дискомфорт какой-то года в итоге оказалось что у него у него оторвана связка в плече вот у меня все время там что-то блять как-то не неудобно шла одна рука я говорю слушай поди-ка ты снимок сделать он приходит гайс уши я сделал снимок обычао мне быть оказывается связка оторвана причем давно и я как бы там уже будет привык вроде нормально игре нахуй все тренировки завязываем людей и пусть шьют вы такие и пошел шить а как тебе курс доллара пошел короче шить когда ему делали операцию анестезиолог плохо плохо рассчитал количество наркоза это очень страшная хуйня и он во время операции проснулся проснулся тогда когда ему сверлили кость для того чтобы связку подтянуть он говорит я просыпаюсь во время операции я ведь боль чувствуем я говорит в сознании но при этом короче я сейчас буду банить тех кто тут флудит заебали я вот так вот вроде сижу что-то рассказывает довольно таки спокойно себя веду не агрессивно да но блять долбоебы просто не могут сука не лезть просто как как из рога изобилия долбоеба появляются короче ему пилят кость сверлят для там черта и он все это чувствует прикиньте он глаза блять и где глаза открыл горит чувства у меня из глаз слезы текут вот игре а я не могу не разговаривать не пошевелиться горит врубаешься горит и но больно горит так что просто пиздец его спасло только то что у него дико низкий были у болевой порог в итоге горит просто в один прекрасный момент один из врачей дает увидел что будет у меня глаза открылись что я в сознании и горит все что горит я помню он говорит блять вырубая его вырубая а он здоровый ну и весел там за сотку далеко ну вот на нему там очередную еще дозу наркоза и он как бы выключился дело закончилось тем что у него блять после этого случился инсульта а ну как бы он не старый у меня случился инсульт и блять когда он потом после этого всего пришел в зал он не мог пожать даже пустой гриф потому что блять если вы понимаете что это такое то есть серьезно его блять и переколбашивала то есть он держал пустой гриф и ему было не из-за связки сшиты тяжело а у него просто концентрации не было нервация была нарушена напрочь да то есть он держит пустой гриф в руках начинает его опускать да я его страхую а у него блять трясутся руки и ну тремор такой дикий короче ну а что врач не рассчитали наркоз блять бывает такая хуйня после инсульта причем здесь с инсультом с инсультом блять человек лежал бы как он мог прийти с инсультом пиздец вы конечно химики блять вот ну и в итоге что я могу сказать потихонечку потихонечку мы с ним восстанавливались тренажеры то все хаммеры всякие работали многоповторка очень вниз пизжу ребят я вот на полном серьезе до через три месяца он у меня жал лежа 140 килограмм ну раз где-то на 6 без фармакологии потому что он ее вообще не использовал никогда просто сильный здоровый дядька вот и он изначально когда мы занимались его максимальные рабочие веса были как раз где-то 140 на 6 через три месяца он опять вышел на свои 140 на 6 после инсульта но я не буду скрывать блять в этом дохуище мои заслуги потому что восстанавливал его полностью я также как та история которая рассказала женщины которая пришла является постоянно вылетающими коленными чашечками из-за того что не были нахуй мениски все блин переделаны вот ну соответственно как вот такая херня это возможно это делается но вы понимаете что вы отдаете человеку как бы очень много то есть когда вы над ним так работаете тебе блять не с айфоном сидеть и тренировать какую-нибудь девочку которая готовится к бикини и изредка вылезая из телефона и смотря на ее жопу когда она приседает в тренажере смита с блинчиками по два с половиной килограмма просто тренерская работа мы будем говорить на таком на серьезном уровне блять но это довольно таки тяжелая штука потому что ты блять все свое внимание даже человека тоже блять в его режим должен входить и это то есть на тот момент когда это было спортлайф была женщина так это было еще даже пораньше перед спортлайфом вот это соответственно то есть но стоило тех денег которые клуб за это брал и платил тренерскую часть вот а ну могу сказать сейчас блять но за такое за 1000 рублей то есть например я бы блять не даже но честно блять но даже бы не поехал никуда поэтому я и говорю когда мне это сколько стоит тренировка валер сколько стоит тренировка игры 5000 одна тренировка мне говорят блять ну ты охуел просто да за 5000 да за 5 тыс да запрет у тебя 5000 иди нахуй просто иди нахуй тренируйся у того кто берет 500 рублей мне насрать как он будет тебя тренировать такое ощущение что я короче знаете выхожу на улицу говорит так ребят кто хочет потренироваться со мной за 5000 блять если на данный момент таких людей нету блять нахуй не надо они как бы сами появляются это как правило взрослые состоявшиеся люди у которых есть стабильный уверенный заработок и как бы они не говорят а чё так дорого они говорят сколько блять они узнают кто и после того когда они узнают кто и слышу сколько они просто платят блядь и тренируются со в той же там блять новой арене как бы которую мне просто заебали уже да ну я тренировал таких три человека мне больше было не нужно то что блять на большее не времени не сил как бы тратить не хотелось три человека я вел да я вел им по три тренировки в неделю каждому примерно ну две-три тренировки ну вот если вы хотели посчитать заработок тренерский при условии что ты блять знаешь что ты делаешь это дорого стоишь ну посчитайте это был просто доб заработок на тот момент принципе конечно это было как бы приятно при том что люди были здоровы а ты кто баба но такой ешь если у тебя жор напала гречи тут ноу проблем кушай конечно это сложно углевод не потолстеешь для мма ты уже выступаешь по мма или только ты хочешь в них выступать но как эти расскажу кто и спросил ребят кто и они тебе расскажут они расскажут тебе что я красавчик гений филантроп с медийными нашими любителями не планируется выступ чем известен выйди гугли короче про образование тоже уже много рассказывал довольно таки хочу ждать это нормальное желание на сушке значит ты все делаешь правильно что такое а с в я просто не разбираюсь в этом ты тогда поясни про новую арену я вчера сказал про с вопросами про новую арену без обид я буду просто ведь иди нахуй не потому что я такой злой и грубая потому что это уже блять ну подсчета не поддаются количество одинаковых вопросов но если только зашел тоже не обижайся посмотришь запись я у меня тут нормальные аллергические проблемы ну да у шавкун красава я тебя иногда прямо обожаю шавкун прошпах китайский блять ты прям ты отвечай тем кто спрашивает тогда шавкун за меня ладно хороший онлайн сегодня бля вообще я доволен конечно пацаны и девчата организации прямой такой лучший подскажи как сушиться но братан тогда пиши мне в личку плати 3000 рублей про консультацию за консультацию и я расскажу тебе и как сушиться блять и как набираете какие мышцы тренировать для единоборства не ебать я кони ебать я красавчик со скольки килограмм я начинал свой путь ну примерно где-то 60 наверное вес который мне сейчас пока не скажу ребят но нормалек все все так как примерно нужно но динамика то примерно которая нужна вот как будут бабки тогда и пиши смотрите сколько у нас тут агрессивно до маты пишут всякие 60 нагружен что стал еще больше главное ведь как я же говорю блять становиться больше это не проблема вопрос за счет чего за счет жира или за счет мышечной массы мышечная масса растет медленно поэтому когда люди за год прибавляют в межсезонной форме 20 килограмм поверьте это у них не мышцы растут столько мышц не вырастает только ничего что делал ставить буду ее дальше кости могут выдерживать колоссальные веса эти могу сказать что когда футболом занимался я помню тренер поклоня наш земля ему пухом говорил что знаете такая ну что такой блок мяча когда-то накрываешь мяч то есть когда человек хочет ударить по мячу да с размаху а ты вот так вот сверху ставишь ногу под наклоном на мяч вот тогда с полусогнутым коленом представляете себе да что это за движение человек по мячу бьет а ты оп и сверху вот так ногу ставишь жду ответа ребята не могу отвечать на вопросы когда что-то объясняю понятно блин сразу видно футболистов дохуя у нас короче короче когда ты так блок ставишь на ногу бедро может выдерживать нагрузку по моему до двух тонн конкретно кости поэтому к вопросу блять о том как кость может выдерживать ли она такой вес блять а как она выдерживает жердяев 300 килограммов блок накладка блять я не знаю в этом терминологии но все пошло сейчас пловцы кмс сейчас у нас по стопудовый я уверен что кто-нибудь напишет блять что он мастер спорта по боксу опять я слег дохляк слышали да мастер спорта по салу красава мастер спорта по всем видам спорта уже забронирована это должность уже позднях ты не можешь уже на нее претендовать этому парню 45 лет поиме уважение в конце концов пошло страны по футболу молодежка класс много зарабатываешь наверно биться уже показывал знаю про блокаторами астатина раздражение очень сильно это инъекция от этих идет а как это сказать видимый эффект ну пока пока не доказан ну шо ж поделаешь проебал проебал мастер спонтом по междугороднему уровню междугороднего класса до пиздец пять минут сказал назад про магазин и брючу в уши долбитесь потому что есть подиваю просто ну реально что скажешь сергей бадюки сергей бадюки здравствуйте скажу вы что здравствуйте сергей бадюки лифтерка мс с овощи присед больше сотки какой как работает да про гарсон роста блять я не знаю такого чувака гарсон рост да не плоско стопе это не противопоказания в приседе со штангой и не слышите рекомендую приседать тогда в специальной обуви они дерьмовых кедах у которых подошва кривая но очень условно конечно поднимает как бадюку относишься ты как шпаку относишься шавкун давай потроллимся прибывал работой только что плабракатор меня статьи наговорила ты опять спрашиваешь блин ёбаный врут какие же вы деревянные валенки штангетки да покажи бицепс пожалуйста покажи ну покажи бицепс покажи смотри какой бицепс видал я езжу сейчас на жамшути на ровшане на маршрутка гормон рост нормальная тема не не буду заводиться 250 приседаю а встаешь сколько из них самую мускулистую покажи это когда у тебя ты имеешь ввиду это вам джейсон хух покажет ладно рич пиано покажет вам вот так висячий бидон а джейсон хух покажет вот так и утолок да есть стельки можно стельки подложить туда это правильно ядерная сука банка жуй сам хах а представляете если бы был джейсон пиано блять это же был бы шедевр просто не работаю тренером подрабатываю блять комптон да вот это уже более интересные вопросы комптон мне нравится он фрик он прикольный интересный но он каш не стыд если речь об эстетике но блять конечно сэдрик макмиллан и шон родан там блять вне конкуренции ну понятно что и декстер но я считаю что тот же сэдрик он блять еще более эстетичен сэдрик просто были ночь очень классными очень нравится просто например если сравнивать сэдрика макмиллана и народа но я могу сказать что у макмиллана руки интереснее чем урода на то есть родом у него бедра очень круто развиты талия красивая да там спина все это вот очень здорово смотрится но у макмиллана если все это брать у макмиллана к тому же еще и грудью как бы такая бля прямо наш отвисает красивая и ручища здоровенные ничего не думаю блять этот этот вопрос устарел настолько же насколько метандростенолом по поводу индивидуальных тренировок можно поговорить у меня в личке вконтакте но скорее всего ты их не осилишь потому что я уже говорил что за меньше чем за 5000 рублей за одну тренировку я тренировать не буду если там говорить о каких-то скидках то я могу сказать что только в случае если берешь 10 тренировок да я могу тебе дать тогда с 10 тренировок с блока какой-то скидос все там никакого торгашества блять никаких вопросов почему так дорого ну как лучше не писать тогда если эта цель выложить какую-нибудь группу которую нельзя называть или еще что-нибудь мне до пизды еще раз говорю в коренный тут не нужны я ничего не скрываю чтобы опять толпа пидоров по поводу этого блять позлорадствовала почему я 5000 блять беру за тренировку они не берут ну блять что поделаешь потому что не я пока валерий живухим валерий живухим долерчик хороший спортсмен я уже говорил мне нравится долерчик но его перехвалили могу сказать то есть ну как бы как бы лишь бы это так не помешало его дальнейшему прогрессу знаете такая штука когда перехваливают человека она тоже не очень хорошо на него может подействовать так же как и слишком много негатива так и слишком много позитива не либо блять тебя сильно отвлекают либо еще что-то это не считай мои деньги просто еще ну давайте не будем оценивать время же все покажет и все по человек перспективный парень для категории вот этого двести два фунта он перспективный а там как она вырастет так вырастет посмотрим мне нравится он прикольный аль шавком забейте на этот доллар давай лучше будем блять в диване не торговать вы братья мои сестры есть охота уж извините меня но я буду жрать сейчас так счетой тарелку найду ничего не скажу дениса бажана что надо про него сказать потому что уж он родана это его такая вот фишечка позирование просто ему так нравится любят я сейчас минуту не буду читать ваши комментарии потому что я иду накладываем не будет не видно погодите секунду даже окун кстати это хорошая очень идея брать за тренировку в долларах наше если брать за тренировку в долларах я потом смогу купить на это целый дом чай хаван картошечку хаван я еле дышу может это потому что у меня обструктивный блять какой-то там хуй знает что бронхов обструктивный блять что-то там бронхоспазм и еще какая-то хуйня в легких нужно поэтому тяжело дышу или ты думаешь что дохуя оригинален час я же уже сказал по поводу приседа я не думаю что от него что-то там невероятно идет плане повышения тестостерона но это базовое движение которое необходимо я думаю ли присту это не его категория 212 фунтов леприста здорово здесь кучи у ли приста одни только руки уже категория 212 фунтов тянут сейчас я свои курочки любимой положу питание три кассари стоит пишите вопросы в личку да и грубо говоря три кассаря это стандартная стандартная цена то есть ответы на заданные вопросы сначала вы задаете ваши вопросы я их читаю не за это никаких денег не беру да после того когда их прочел я для себя оцениваю могу ли я на ваши вопросы дать необходимые вам конструктивные и полные ответы если соответственно я понимаю что могу значит я тогда говорю то есть здесь много вопросов это будет стоить дорого или да это будет стоить 3000 рублей вы оплачиваете мне 3000 рублей на карту сбера и после этого соответственно я вам все расписываю исходя из того что вы спросили расклад примерно вот такой ничего сверх секретно paypal суши нет у меня нет припала я только как у сбера только все по старинке на угарке на угарке в комментарии уже подключили просто уже чистят комментарии активно поэтому особо говна там не разведешь я уже рассказывал почему я в эту квартиру спасибо для вас стараюсь кто-то оценивает кто-то нет ахуле делать спасибо подготовиться к суре вам надо посмотреть на твои фотографии и понять какое время тебя необходимо курировать поэтому это тоже все в личку надо в контакт писать ну конечно я задумывался о ней иначе бы зачем столько в себя хуячить просто чтобы постоять где-то там на сцене получить какой-нибудь кубок спасибо я тоже очень хотела не болеть уже скорее спасибо спасибо ну зачем ты так прогусила может это же в менс физик поле на олимпию выйдешь тогда а кстати знаете ребят можно я сейчас в кого-нибудь покидаюсь камнями немножко но в плане словами немножко так сказать обосруби с фамилии несколько людей ну вот а вы как это но мы же любим иногда с вами кого-нибудь обосрать меня же обсирают чтобы никого-нибудь не обосрать да гусев про поэтому 10 косарей ну да я не про поэтому 3 вы смотрите короче с фамилии обсирать это будет следующий этап когда я буду называть фамилии говорить почему гандона это будет вообще уже просто шедеврально но в принципе я могу но пока не да не обосить нет не интересно что я короче стал замечать вчера целых двух человек нашел таких нашел девушку такую и нашел молодого человека такого значит сейчас подождите ребят чайок наливаем все мы с вами тут устроим обсуждение обсуждение обсирание кого попало и как попало вот так вот так вот так вот так вот так